Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, столяр-краснодеревщик, токоть по дереву, блогер, автор трех книг по обработке древесины, сейчас уже четвертая написана, и руководитель своей собственной столярной и токарной школы. В рамках цикла этих видео я делаю большой-большой проект, вот он тут у меня сзади, и спереди, и везде, короче, везде это большой проект, и я стараюсь снять каждый день. Но тут я приехал из отпуска, и, в общем, тут как бы сплошной такой вот самый, какая-то петурбация идет, то есть не удается поработать по-нормальному, нет времени на работу, то есть все время что-то надо делать. Тут какие-то дела, там какие-то дела, там лодку надо поднимать, еще там что-то, в общем, и поэтому немножко сбивается у меня хронография, хронология, вернее, хронография, говорю. То есть вот сегодня получается 17-й день проекта, и какая моя задача, то есть надо все собрать, надо все собрать и отправить нафиг к заказчикам, ну, часть, по крайней мере, вот этого всего. Потому что очень много места занимает, вот она лежит, занимает место, и надо что-то с этим делать. И вот сейчас хочу быстро все это доделать, отправить все заказчику, и, в общем-то, жить спокойно. И вот сегодня буду этим заниматься. Но не буду снимать весь процесс, потому что, ну, камера плохо что-то снимает, мне не нравится, и, в общем-то, некачественно, поэтому буду снимать, подснимать такие кусочки. Подснимать кусочки и вам показывать. Все, поехали! Значит, первое это сборка антресоли, то есть вот у меня задняя крышка, это фанерованный МДФ. Мне предстоит сейчас ее прикрутить просто на место свое с саморезами. Тут ничего такого сложного нет. Единственное, что надо, конечно, подбирать саморез под задачу. В данном случае, как бы, саморезики малюсенькие, и они входят, как бы, на свое место, именно на то, которое для них уже предназначено. То есть, дело в том, что, как бы, когда крышка подбиралась, все эти дырочки были просверлены. И сейчас главное в них попасть и не накосячить. Потому что промахнешься в одну дырку и... И все. Следующий момент это крепление... Карниза... Сделал я немножко неправильно, в плане того, что... Очень сложно мне сейчас сверлиться. А засверлиться как бы надо. Но, тем не менее, тут, как бы, нет такой какой-то нагрузки особенной. Давайте я подскажу с другой стороны. Какой-то особенной нагрузки нет на антресоли. Поэтому, как бы, тут все будет и так хорошо. Вот она, наша красавица. Кроме всех прочих своих заслуг, я еще и пишу книги. И вот я написал три книги. Они все по нашим деревообрабатывающим делам. Первая книга «Современная столярная мастерская». Она, братцы, про мастерскую. Она для тех, кто собирается заняться там столярным делом. И для тех, кто, может быть, там, хочет построить большую мастерскую, маленькую, неважно какую. Она позволит вам расставить акценты правильно. И позволит вам сэкономить при покупке станков оборудования. Книга реально помогает. И множество отзывов в сети, вот они, именно вот в этом плане. То есть, она нужна именно тем, кто, ну, как бы, забил свою голову вот этими всеми видео, там, и какими-то другими источниками. То есть, вот она все расставляет по полкам. Вторая книга. Вторая книга «Бизнес в столярке». То есть, книга про денежки. Не секрет, не для кого, что начать свое дело, как бы, сложно. И вот эта книга позволит вам правильно, опять же, расставить акценты при ценообразовании и вообще при, как бы, попытке сформировать свою корзину, так скажем, своих товаров и услуг. То есть, вот здесь все четко написано. Кто покупает, за сколько покупает, как выставлять, сколько ставить цену, там, как нам ценивать, как то, как все. В общем-то, вот все, что касается денег в столярном деле, вот в этой книге. Причем, эта книга еще поможет не только столярам, она поможет любому человеку, который продает то, что делает самостоятельно, своими руками. То есть, будь ты кондитер, будь ты там гончар, будь ты там кузнец. То есть, все бизнес-процессы, они все одинаковые. Ну и третья моя книга. Токарные искусства. Точение цены древесины. То есть, это самый такой трудный мой ребенок. Тяжелее всего она у меня шла, тяжелее всего мне она далась. Но это неудивительно. Это первая книга на русском языке за 129 лет. То есть, 129 лет литература на русском языке по токарному делу не выпускалась. И книга эта, она... Я считаю, что это настольная книга токаря. То есть, вот ты начал точить, надо прочитать. Потому что все здесь сразу станет более понятным, более ясным. Понимаете, весь мой опыт точения, там, десятилетний, он весь в этой книге. Кроме сегментного точения. Потому что сегментное точение будет во втором томе моей книги «Токарные искусства». Тут есть один такой важный момент. При сборке, когда вы что-то собираете, особенно вот покрашенное в мастерской, вот собрали и сразу замотаете в пленку. Вот сразу же. Потому что, знаете, прошли, тут что-то пылинка туда-сюда легла, все опять начинается, блин, вся поверхность некрасивая. Поэтому сразу стретч взяли и погнали мотать. Тут варианта другого нет. Или все замотаете сразу, или потом придется, блин, все... Или перекрашивать, я не знаю, там, или перемазывать. Или как-то, что-то сделать, в общем-то, что-то или, в общем. Потому что это все очень-очень такое хлипкое. В плане того, что в момент все покрывается пылью, грязью, там, вообще всем чем угодно. Поэтому, если вам предстоит какая-то покраска, вы успичите сразу же, после того, как все высохло, сразу все заматываете как можно скорее. Потому что все-таки моя мастерская не предназначена для того, чтобы в ней красили. Ну, что теперь делать-то? Предназначено, не предназначено, как говорится, нравится, не нравится, ты, моя красавица, делать-то что-то надо. Видите, как я к вам спиной тут уж извините. Значит, крепление цоколя в конструкции. Но забавно, то есть вот эта часть склеивается, а вот эта часть на саморезы приворачивается. То есть почему? Потому что здесь должна быть у нее свобода движения. Вот нижний саморез у меня сделан через, как правильно сказать, через широкий паз, через длинный, которым он может двигаться. То есть вот такой вот маленький нюансик. Еще маленький момент, на который я хочу обратить внимание. Вот смотрите. Дело в том, что как бы вы ни делали идеально вот эти вот, например, стойки, на которых все это стоит, все равно они будут немножко кривые. И также кривый может быть пол у заказчиков, так скажем. И вот вы взяли кучу денег, шкаф привезли, поставили, например, а он там качается. Все будут очень сильно расстроены, я вас уверяю. Поэтому вот такие вот выдвижные опоры, там они недорогие, 240 рублей, по-моему, одна опора стоит. Вот очень имеет большой смысл поставить. То есть поставили вот такие опорочки, то есть они вот через верх, сейчас показать не могу, то есть дверь открывается, оттуда отвертка вставляется, все там заворачивается и красота. Вещь простая, до элементарности. А вот очень много она вам сэкономит нервов и денег в результате тоже. Ну и что, вот финишируем как бы мы со стеллажами. То есть стеллажи проекта готовы. Вот первый стеллаж, второй стеллаж, стойка стоит вверх антресоли. То есть остается мне в принципе собрать только комод. Комод уже тоже готов практически, он там стоит собранный. То есть сегодня 17 день проекта, вот где-то в таком вот состоянии все находится. Я думаю, что если бы меня вот, если бы я только бы работал, например, стойлером, то есть не блогером, не писателем, там, никем, я бы сделал бы уже его. Просто, понимаете, все время отвлекает что-то, то есть надо что-то бежать куда-то там. Вот, например, в понедельник ученик приедет, сейчас мне надо сворачивать как бы всю работу, ехать ему за досками на проект, потому что там дуба у меня, например, уже не осталось. И так далее. И это постоянно происходит, то есть постоянно какое-то отвлечение. То есть вот мой 17 день, если бы только бы я столярил, только бы столярил, все было бы давно готово уже. Вот. Значит, мы смотрим на эти стеллажи в последний раз, в воскресенье они поедут уже к заказчику на место в страну, а комод я доделаю через недельку. И вот я пока этот цикл на недельку откладываю, потому что ученик приедет, будем с ним сейчас учиться, будем делать новый стол. У меня, кстати, сейчас новый стол в проекте. То есть почему вообще он новый у меня стал? Дело в том, что очень здорово подорожаемый материал. И вот мой старый стол, который мы все делали там с учениками всю жизнь, да, ну как всю жизнь там, все там три года пока школа существует, он уже вылетает у меня по рентабельности за мои там как бы деньги, которые я беру с учеников. То есть сейчас обучение стоит 29 тысяч рублей, а уже материал на стол стоит там чуть ли не половину. И мне становится нерентабельно это делать. Я сейчас ввел новый проект, он попроще, он покомпактней, но в принципе он отвечает всем задачам. То есть на нем мы научимся делать столы. Вот. А старый стол тоже можно сделать, но теперь он будет просто немножко подороже. Ну, наверное, все, страна. До свидания. Читайте мои книги, приезжайте ко мне учиться. С вами был Юрий Бажан. Субтитры подогнал «Симон»!